Мы переходим к следующей теме. Заложило ухо. Разве это проблема, скажете вы? Стоит всего лишь постучать ладонью по уху, приложить тёплую грелку, в конце концов, поковырять ватной палочкой. Спешу предупредить, всего этого категорически нельзя делать. А вот как правильно действовать в такой ситуации, подскажет наша гостья, врач от Рина Ларинголог из Invitro Diagnostics Татьяна Батизато. Татьяна, здравствуйте, добро пожаловать на нашу передачу. Чаще всего мы встречаемся с заложенностью уха после плавания или полёта на самолёте. Ощущения в ушах одни и те же. А вот методы избавления от такой проблемы должно быть разные. Как действовать в той или иной ситуации? Действительно, после данных ситуаций очень часто случается такое ощущение заложенности ушей. Но методы для того, чтобы помочь пациенту, абсолютно разные. Во-первых, после полёта мы не должны сразу паниковать, если заложенность ушей. Но она также может быть связана и с каким-то инородным телом, либо серной пробкой в ушах. Поэтому если после полёта через какое-то более длительное время не проходит заложенность ушей, тогда стоит обратиться к врачу и не затягивать вот эту ситуацию, дабы не подойти более к худшему состоянию. Также рекомендуется перед посадкой, особенно после полёта самолёта, перед посадкой сбрызнуть в нос сосудосуживающий препарат, который все знают, при любой простуде используют, дабы освободить поток воздуха через нос более лучше, чтобы она прошла в воздух через овстахивую трубу, и ушки не так сильно будут заложены. Дети обязательно не должны спать во время посадки. То есть маленьких детей и грудничков нужно разбудить перед посадкой и дать им что-то попить, взрослым что-нибудь пожевать. Даже можно широко открыть рот, чтобы вот эти ушки не закладывали. Но ещё раз повторюсь, если состояние длительное после посадки, тогда стоит обратиться к врачу. Некоторые авиакомпании даже предлагают конфеты, сосательные конфеты. Это выравнивает давление. Обязательно, обязательно. Почему нет? Скажите, вы как специалист, можете ли отметить какую-то зависимость между гриппом и ОРВИ и заложенностью ушей? Почему мы лор-врачи? У нас всё – и горло, и нос, и уши. Они абсолютно все взаимосвязаны, и мы не можем исключать одно и другое. Поэтому любая простуда может привести к заложенности ушей. Любой грипп или любое вирусное ОРВИ заболевание может через нос, заложенность носа, снова нет потока воздуха, снова там какой-то секрет или что-то там происходит. И это нам скапливается в ушко и даёт заложенность, и даже может довести до ситуации более неприятной, такой как отит, такое воспаление среднего уха, такое как более сложные, которые уже нуждаются и в хирургическом лечении. Поэтому да, взаимосвязано обязательно. И снова же не затягивать ситуации, если уже чувствуем, что есть какой-то дискомфорт в ушах, и обращаться к врачу. Кстати, вот я заметил, вот после некоторых концертов, очень громко звучащих, да, особенно на открытом воздухе, вот наблюдал заложенность ушей. Можно ли либо что-то предпринять в такой ситуации? На момент, пока находимся на концерте, конечно же нет, потому что воздействие сильного громкого звука на ухо, на барабанную перепонку, вы не сможете исключить, лишь бы только уйти с этого концерта. Поэтому во время концерта вы это не сможете сделать. Дискотека или более шумные какие-то помещения. Но уже после желательно как можно быстрее уйти в тихое помещение и отдать уху восстановиться, потому что у него уха есть свойство самовосстанавливаться потихонечку. И оно восстановится, и все. Но если там будет более сильная травма, сильный звук, тогда восстановление может не произойти. И поэтому снова незамедлительно нужно обратиться для проверки. Давайте мы поговорим о гаджетах. О таких, как наушники. Часто использование, особенно это в среде молодежи, использование наушников, оно ведь тоже может привести к нарушениям слуха, ну и к заложенности, с явлением заложенности ушей. Какие наушники, кстати, наибольший вред наносят? Или они все? Давайте так. У нас современная молодежь с появлением гаджетов совсем все начинают использовать наушники. И тогда, когда мы подключаем их к телефону либо к другому устройству, обязательно, когда начинаем давать громкость более сильно, нам обязательно будет информация на гаджете, что все, дать сюда. Желательно больше не давать, потому что может уже быть поражение. Ну, то есть есть какая-то делимитация, красная зона. И поэтому, когда используем данные наушники, желательно давать как можно тише звук. Но используем их по нужде. Не просто так, потому что нам целый день хочется ходить в наушники, нам удобно в них разговаривать либо слушать музыку. Данные наушники, либо я вижу, у нас есть еще вот наушники на проводе, да, то есть они тоже маленькие наушники. Вот эти вот всякие маленькие наушнички, когда мы вставляем в слуховой проход, они считаются самые небезопасные для уха и для слуха, так как расстояние от наушника и до барабанной перепонки значительно маленькое, звук сильный, имеет абсолютно маленькую дистанцию прохождения, ударяет напрямую, потому что это волны ударяют, волны звуковые, ударяют напрямую барабанную перепонку, и она от этого возбуждения, конечно же, страдает и может привести со временем. А вот эти наушники, они лучше? Если качественные, если хорошие, они считаются немножко удобнее, немножко лучше, потому что идет дисперсия звука. Но также к ним не рекомендуется давать сильный и громкий звук. Плюс к этому наушники, это не гигиенично. Их надо использовать. Вот эти наушники, кстати, мы их носим на ушках, после чего, да, спускаем на шею походить. Здесь уже идет риск какой-нибудь инфекции или чего-нибудь еще. Потом опять на ушки. Те маленькие, травма уха может произойти, поэтому не только барабанная может пострадать, а может пострадать и само ухо наружнее. Сам павильон может пострадать, и там начнется какая-нибудь неприятная инфекция. Это совет всем тем, которые используют наушники на протяжении всего дня. Ситуации, о которой мы осветили, они не были связаны со здоровьем. Согласитесь. А есть ли какие-либо патологические состояния, которые непосредственно, вот незамедлительно надо получить ли консультацию, лечение? Давайте так. Любая дискомфортная ситуация для человека уже нуждается в исследовании и обследовании врачей. Самая неприятная ситуация в том, что пациенты, которые начинают слегка терять слух, они не обращаются в свое время к врачу, так как первый пункт, я считаю, что им это не болит. К сожалению, тугоухость – это неболезненная ситуация, и когда слегка теряется слух, они ждут, может быть, будет хорошо. И уже доходят со временем, прогрессируют данные тугоухости, они обращаются в более поздние ситуации, когда уже нуждаются в более серьезном лечении, либо даже существует такое, что можем не вернуться обратно и остаться с данной тугоухостью. Поэтому любой дискомфорт в ухе считается надобностью обратиться к лор-врачу для первичного осмотра, для исключения чего-то, или для лечения данной тугоухости, даже самой легкой тугоухости. Татьяна, давайте мы вместе с вами и нашими телезрителями переместимся в ваш кабинет и посмотрим, как на практике происходит диагностика тугоухости. С удовольствием. Вы обратились к нам по причине заложенности уха, каких-нибудь проблем со слухом. Мне нужна вся полноценная история. Что у вас произошло? Когда это произошло? Может, вы связываете это с какими-нибудь действиями, либо с каким-нибудь стрессом, либо с чем-то, что было в вашей жизни и спровоцировало данное нарушение. Меня интересуют также любые инфекции, любые заболевания, которые вы перенесли, даже в детском возрасте, потому что это может тянуться даже из более ранних лет. Также меня будет интересовать, конечно, если сейчас, на момент, у вас есть какие-нибудь хронические заболевания. Очень много лекарств, которые могут привести к потере слуха. Поэтому мне будет очень важно знать всё, что вы принимали, либо принимаете на данный момент. Мне нужно будет абсолютно досконально и до самых мелочей проэкзаминировать ваше ухо, чтобы понять, на каком этапе, на наружном, то есть какое-нибудь инородное тело или пробка или что-то ещё у вас есть и мешает прохождению слуха. Либо среднее ухо, может быть, там есть какие-нибудь воспалительные процессы, какие-нибудь инфекции или ещё какие-нибудь заболевания, инородные тела или какие-нибудь наросты. А возможно, это уже поражение нервы, это внутреннее ухо. И для этого уже надо будет дополнительно проводить ещё более углублённые исследования, такие как рентген, компьютерная томограмма. Теперь я вас буду осматривать данным аппаратом. Этот эндоскоп я введу вам в ушко. Не глубоко, его волокна практически не ощущает ушко, то есть никаких болезненных ощущений у вас не будет. Это позволит, и также я вам смогу на экране сразу показать, если у вас какие-нибудь там инородные тела, какие-нибудь патологии, которые привели к вашей тугоухости. Мы сможем либо удалить инородное тело, если мы там таковое найдём, либо ввести нужные медикаменты, всё с припомощью данного аппарата. На данном этапе я не вижу в этом ухе заболевания, значит, если в нём есть причина, какая это заболевание, её надо искать дальше. Если не вовремя обратиться, данная проблема может перейти уже в хронику, и может перейти до того, что возврат слуха может быть уже невозможен. Пациент не сможет интегрироваться в обществе, не сможет нормально работать, общаться, и для него это будет не только уже физическое нарушение, но уже начнутся и какие-нибудь психологические неприятные ощущения и нарушения. И если вы почувствовали даже самый маленький дискомфорт в ухе, даже самое минимальное нарушение слуха, вам сразу же нужно обратиться к лор-врачу, дабы исключить наличие какого-нибудь заболевания и вернуть свою прекрасную жизнь со слухом. Это программа Медсовет, и мы с врачом Ото Рина, ларингологом, беседуем на предмет тугоухости и других патологических состояний, связанных с нашими ушами. Татьяна, может ли посторонний предмет стать причиной тугоухости, нарушения слуха, и почему нельзя извлекать его самостоятельно? Обязательно. Любой инородный предмет, помимо того, что может дать тугоухость, он может дать и дискомфорт, и болезненную ситуацию, и да, может привести к тугоухости. Та же серная пробка, которую мы не ощущаем, но во время плавания она может размочиться, набухнуть, и тогда будет тугоухостью. И нужно обратиться к врачу. Да, к врачу. Не стоит в домашних условиях пробовать как-то себе лечить или как-то извлекать народные тела из уха, потому что интернет у нас полный всяких рекомендаций, и пациенты, к сожалению, начинают их использовать в первую очередь до того, как обратиться к врачу. И не все ситуации, не все рекомендации довольно-таки приятные и хорошие для благополучия и хорошего состояния здоровья. Да, кстати, это характерно для некоторой категории пациентов, которые ставят диагноз дистанционно при помощи интернета и также и получают лечение таким же образом. Скажите, из вашего личного опыта, какие действия, найденные в интернете, усугубили состояние пациента? Значит, есть очень много вещей, которые написаны, и не стоит их употреблять, с которыми сталкивалась. Сталкивалась, мы начинали говорить о том, что начинают ударять по ушам. Нет, нельзя ударять по ушам, потому что это идет травма, и это может привести к разорванию барабанной перепонки, так скажем. Не рекомендуется использовать сейчас, которые широко продаются в аптеках, палочки, восковые трубочки для удаления серы из ушей, так как это подразумевает, что они должны быть запущены, то есть поджигать их огнем, и это рискованно в домашних условиях. И, во-вторых, они создают вакуум, тем самым пытаясь вытащить из уха инородное тело. И этот вакуум тоже не всегда хорош, потому что сам пациент не знает, что находится в ухе, и, используя данную процедуру, он может только себе повредить так как ушной канал, так и барабанную перепонку. А это может привести вообще к тотальной потере слуха? Абсолютно, да. Так же не стоит использовать всякие выдуманные в домашних условиях капельки на масляных основах особенно, так как наши когда-то бабушки рассказывали, тепленькое масло подогреть, там, чесночок или что-то заложить себе в ушко для того, чтобы прошло, нет. Так же не рекомендуется использовать сухое тепло на ухо. Наше ухо не любит ветер, не любит тепло, не любит горячо. Поэтому лучше в любых случаях, даже которые описаны в интернете, подойди и спроси врача, можно я это буду использовать на будущее или нет. Скажите, вы как врач-специалист, осмотрев больного, не обнаружили специфической патологии, связанной именно с вашей специальностью. К какому специалисту вы перенаправите данного больного? Ведь, допустим, заложенность ушей может быть связана и с гипертонической болезнью. Какими специалистами вы работаете сообща? С большинством специалистами. Так как гипертония – это терапевт, так как кардиология у нас кардиолог, так как у нас может быть заболевание щитовидной железы, и это гормональные изменения, которые тоже могут привести к тугоухости. Это сахарный диабет. Здесь у нас подходит эндокринолог, который нуждается. У нас есть и ситуация, когда используем различные препараты, которые могут привести к тугоухости. И поэтому нужно будет и это как бы исключить. Педиатры, терапевты, пульмонологи тоже, потому что очень часто заболевание легких и нижних дыхательных путей может привести к ситуациям дискомфортным, воспалительным, которые могут привести и к какому-нибудь... А также мы очень-очень тесно взаимосвязаны с невропатологами. У нас ухо очень рядышком с ихним органом. И здесь есть очень частые заболевания, которые у нас сталкиваются и нуждаемся в данном специалисте. Татьяна, спасибо огромное за ваши рекомендации. Я надеюсь, что все эти подсказки, все эти ситуации, о которых мы говорили, они помогут нашим телезрителям вовремя обратить внимание на проблему. Спасибо.